От взглядов многих жителей Иркутской области скрыта работа ученых. И мало кто знает, что в столице Прибайкалии ежедневно синтезируются клетки, которые способны восстановить ткани человека. Скажете, фантастика? Нет, реальность. В этом сегодня лично убедился Данил Седов. Ему слово. Это странное серое изображение на мониторе больше похоже на ландшафт Марса или Луны, но на самом деле это миллионы живых клеток, которые были созданы в этой биостанции. В Иркутской лаборатории аппарат находится уже 4 года, и все это время ученые занимаются размножением и анализом клеток. При этом к самому биологическому материалу специалисты даже не прикасаются. Всем занимаются передовые технологии. Сам инкубатор, где культивируются клетки, встроен микроскоп, который позволяет нам наблюдать за клетками прижизненно, то есть не извлекая из инкубатора, не повреждая их. Мы наблюдаем за клетками. Под воздействием различных препаратов мы можем направить развитие дальнейших клеток по тому пути, которому нам необходимо. Это могут быть клетки кости, клетки хряща. Если проще, то эта биостанция создает ткани для будущей трансплантации. Когда клетки попадут в организм человека, например, с разрушенной костью, они начнут заново строить ее. То есть, по сути, этот аппарат воплощает в жизнь еще совсем недавно кажущийся фантастическим процесс регенерации тканей. Кроме того, благодаря аппарату полностью исключаются эксперименты над животными. Ведь сейчас с помощью компьютерного анализа можно определить реакцию клеток, например, на лекарства задолго до лечения. У нас есть направление, связанное с тестированием различных новых препаратов. Например, нам предлагают вещества с потенциально противоопухолевой активностью. Также металлы или какие-то жесткие конструкции, допустим, для трансплантологии применимые, которые мы можем как раз проверять их воздействие на клетки. Этой работой во всей Сибири и на Дальнем Востоке больше не занимаются нигде. Иркутская биостанция всего-навсего третья в стране. Аппарат имеет для мировой медицины огромное значение. Благодаря ему наши ученые за 4 года разработали десятки уникальных технологий оперирования людей с нарушением опорно-двигательной системы. Останавливаться на достигнутом наши специалисты не собираются. Ведь наука, как космос, до конца неизведана. А значит, очередной прорыв, например, в медицине где-то совсем рядом. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.